За увеличение статьи расходов в краевой казне кубанские парламентарии проголосовали единогласно. Дополнительно было решено выделить около 15 миллиардов рублей. Поправки в бюджет стали первым и основным вопросом повестки седьмой сессии. На заседание в законодательное собрание приехали глава региона и практически весь блок вице-губернаторов. Как и в предыдущие года, большую часть денег в 2018 направят на развитие социальной сферы. Почти 5,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию школ и детских садов. Дополнительно деньги выделят и на покупку школьного транспорта. Предусмотрено 140 миллионов рублей на приобретение автобусов для подвоза учащихся в сельских школах. Более 150 миллионов рублей предусмотрено на создание новых мест в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях и другие расходы. Сохранят ежемесячные выплаты многодетным семьям. Дополнительно выделят около 300 миллионов на капитальный ремонт больниц и поликлиник. Наше время, в которое мы с вами работаем, это время приоритетов. У нас сегодня есть возможность дополнительно распределить 14,9 миллиардов рублей. Коллеги, это 15 миллиардов плюсом. И еще раз подчеркиваю слово дополнительно. Общий объем расходов, вот у меня написано расходов, и это не расходы, друзья, это выделение средств из бюджетов на жизнь. 233,2 миллиарда рублей на этот год. А вот в 2015 году, когда я избрался, когда команда пришла, эта сумма составляла 197 миллиардов рублей. То есть на 30 миллиардов мы практически за три года приросли. Вот этим мы сегодня уже можем гордиться. Увеличен также был и дорожный фонд. Теперь на строительство и ремонт автомагистрали предусмотрено чуть больше 28 миллиардов рублей. Еще почти 2 миллиарда планируют потратить на развитие ЖКХ в числе приоритетов, о которых говорит губернатор, и благоустройство кубанских городов и станиц. 163 миллиона рублей дополнительно направляем на формирование современной городской стады. Общий объем ее – полтора миллиарда рублей. Понятно, что их не хватает. И люди уже сейчас увидели, что на самом деле это делается. И каждый говорит, давайте мой двор, давайте там, где я живу. Пусть они сами принимают решения. Вот посредством голосования, конечно, все хотят. Здесь надо на контроле углов муниципальных образований, чтобы они держали. Вот исходя из того, из паритета, который сами жители определят. Сами жители. И вот там эти деньги должны быть израсходованы. Дополнительное финансирование целого списка госпрограмм – это итог работы прошлого года. В 2017-м доходов удалось мобилизовать даже больше запланированного. По словам Вениамина Кондратьева, правильно расставить акценты получилось и при формировании бюджета 2018 года. Депутатов ЗСК губернатор края поблагодарил за продуктивный диалог в этом вопросе. Я хочу поблагодарить за вот эту работу, за конструктивную работу, за прозрачность, самое главное, прозрачность отношений и прозрачность всего, что мы делаем, в том числе и распределение средств в бюджет. Для депутатов нет ни одной закрытой двери в органах власти и ни одного закрытого документа. И народ должен ощущать и чувствовать, что на самом деле власть максимально открыта. Это тоже очень важно. Сегодня людям, нашим избирателям, понимать. Евгений Владимирович, безусловно, увеличено финансирование значительной части краевых государственных программ. Одно дело увеличить, а другое дело эффективно исполнить. Ведь сэкономленные – это те же самые заработанные. Поэтому вот как рачительно они будут использоваться, денежные средства, это задача номер один. Я к коллегам с органов исполнительной власти сказал, что даже не найдейтесь. Мы это не будем по итогам полугодия или по году. Мы этот вопрос будем рассматривать системно, дежим месячно. Помимо этого, сегодня приняли изменения в краевой закон об общественной палате Краснодарского края. Региональный орган теперь может формировать советы, которые смогут давать независимую оценку качества услуг. Отчитались на сессии и о выполнении индикативного плана. По итогам прошлого года высоких результатов удалось добиться в строительстве. С опережением общероссийских показателей сработала и промышленность. Краснодарский край также сохранил первенство в Южном федеральном округе по объемам производства. Отметили и успехи аграриев. В сельском хозяйстве годовое плановое задание выполнено на 94,3%. Объем производства сельхозпродукции достиг почти 413 миллиардов рублей. Вместе с тем, по основным видам продукции план выполнен. Поголовье крупного рогатого скота приблизилось к годовому заданию. Однако последствия вспышек АЧС привели к сокращению поголовья свиней. Для развития животноводства разрабатывается новый закон. Это направление необходимо сделать максимально привлекательным для фермеров. Сейчас, как показывает практика, им выгоднее заниматься растениеводством. Юрий Бурлачко отметил, именно животноводство должно стать одной из точек роста в сельском хозяйстве. Безусловно, должны совместными усилиями мотивировать, очень хорошими выплатами, субсидиями на развитие животноводства, в том числе и молочного животноводства. Хотя вроде бы есть чем похвастаться, Каневской район надой почти столько же, сколько соседняя Ростовская область. Председатель ЗАГС Собрания, кроме того, отметил, что необходим тотальный контроль в реализации целевых программ. Нужно создать механизмы проверки, освоения выделенных денег. А вот виноделам может помочь принятие нового постановления. Депутаты решили направить министру финансов страны Антону Силуанову обращение. В нем они просят упростить процедуру выдачи лицензий производителям игристых напитков. Говорили на сессии и об увеличении зеленых зон в Краснодаре. Благодаря принятому постановлению появится лесопарковый пояс площадью больше 40 гектаров. Всего во время сессии депутаты рассмотрели порядка 50 вопросов.